Сейчас люди, которые раньше были способны на убийство животного, стали более прогрессивными. Они больше не топят их в воде, а оставляют у приютов и уходят незамеченными, даже не звонят в дверь. Они таятся, будто родившие монашки, которые подкидывают детей в соседние села. Но хорошо-то, что животные хотя бы остаются живыми. Вот и волонтеры одного из приютов нашли возле входа подарок – мешок, который шевелился. Собаки, которые жил в приюте, стали обнюхивать мешок с удивлением на мордочках. Волонтеры поторопились открыть его. В мешке оказалось пять щеночков, которые тут же вылезли и разбежались по двору. Рыженький малютка нашел свой дом первым. Его братика тоже забрали очень быстро. Теперь он строит из себя большого хозяина в новом доме. Любит лежать на подоконнике в ожидании своих хозяев с работы. А вот трем сестричкам пришлось побыть подольше в приюте. Первой из них нашла свой дом самая нежная и ласковая малышка. Ее забрала к себе большая семья, живущая в частном секторе. Самое интересное, что она тоже любит лежать на подоконнике, как и ее братик. Второй забрали дружелюбную и послушную собачку. Ее взяла к себе семья с маленьким ребенком, которому собачка стала самой лучшей няней. А самую крошечную из собак взяли две сестры. Они очень ее полюбили и даже берут рыженькую с собой в поездки. Их питомица обожает огурцы и сестры сказали, что она их человек. Как видите, можно пристроить любое животное, было бы желание. Но к сожалению бывшие хозяева даже не попытались этого сделать и просто избавились от щенков.